На наш портал поступил вопрос, влияет ли имя на судьбу человека? Безусловно, Священное Писание в принципе, скажем так, системно отрицает тему судьбы. Ни влияние планет и звезд, дня рождения, года или каких-либо других исходных и, в общем-то, независящих от человека позиций не влияет на него. Более того, судьбы не существует даже как некоего исключительно системно предписанного Богом, скажем так, графика прохождения человеком его собственной жизни. То есть христианство радикально отрицает любые варианты фатализма, но при этом, например, скажем так, на некую взаимосвязь имени и человека Библия время от времени обращает внимание. Но здесь нам нужно сразу правильно поставить акцент, как она это делает. Ну, например, мы видим, что в Ветхом Завете Бог меняет имя Аврааму и Саре. Авраам становится Авраам, также и Сара становится Сарой. Но тем самым Бог не изменением имени меняет некую их судьбу, а скорее подчеркивает, что через личный выбор этих праведников изменится и сам тип их жизни. То есть не Бог ведет их как марионеток, а предлагает им некие решения, и этой сменой имени подчеркивает реальность происходящих в них изменений. Мы помним, что Авраам – это возвышенный отец. А Авраам в традиционном, привычном нам теперь как бы написании означает отец множества. То есть тот, кто был всего лишь главой рода, но это никак не говорило о его личном отцовстве, через вхождение в Завет с Богом, через принятие воли Божьей, через содействие Богу в мире, становится отцом многих народов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.